Привет! С вами опять Зажигалочка. Сегодня мы посетим Ларнаку, город на южном побережье Кипра, третий по величине после Никосии и Лимасола. Ларнака – крупный морской порт Кипра. Здесь расположен большой аэропорт, поэтому именно этот город для отдыха часто выбирают туристы, не желающие тратить время на трансфер. Любителям отдыха на природе также стоит посетить соленое озеро. В этом живописном уголке природы обитают редкие представители местной фауны. Фламинго. Любознательные путешественники приезжают полюбоваться грациозными птицами каждый день. Ларнака – один из древнейших городов острова. Согласно археологическим свидетельствам, считается, что город был основан в XIII веке до н.э. мекенскими греками. Расположен город на месте древнего города государства Китион. Город славится своей набережной Финикудес и прекрасными вариантами проведения досуга, который он предлагает. Обилие спортивных площадок и игровых зон для детей, пляжи давно стали настоящими центрами активного отдыха. Ларнака является одним из самых древних, непрерывно заселенных городов мира. Город даже упоминается в Библии под названием Китим и, по легенде, был основан Китимом, внуком Ноя. Говорят, что летом ночная жизнь Ларнаки не может сравниться с бурными ночами Айя-Напы. Но вот зимой совсем по-другому. Зимой Ларнака живет активной жизнью. Посетители будут наслаждаться вечерами в самом сердце старого города. Здесь есть чем заняться. Например, посмотреть на цирковь Святого Лазаря, попробовать множество блюд с резиноморской кухней, в прибрежных ресторанчиках. Мы посетили несколько городов Кипра, в том числе Никосию, Лимассоу, Пафос. Ларнака декабрьским вечером нам показалось самой активной. Даже во время ковида люди выходят на улицы, гуляют, сидят в кафешках и ресторанчиках, пока их дети гоняют мяч по улицам вечернего города. Субтитры делал DimaTorzok 320 солнечных дней в году и исторические достопримечательности делают Ларнаку идеальным местом отдыха как для любителей природы, так и поклонников культурного наследия. Подпишитесь на мой канал, смотрите, набирайтесь оптимизма и заряжайте свои батарейки. С вами была Зажигалочка.